Привет, меня зовут Датси и я мама 10-месячного малыша по имени Рэм. И сегодня в рамках проекта материнства Салант мы с вами поговорим о термобелье. И об одном из наших самых любимых брендов, которые производят как раз таки термобелье для малышей, это компания AirVoo. Как одевать своего малыша? Это самый главный вопрос, который встает перед каждой мамой с первых дней после рождения ребенка. Известный факт, что малыши в первые месяцы своей жизни не регулируют свой термообмен. То есть этот процесс у них еще в стадии становления. И в это время как раз таки мама должна позаботиться о том, чтобы правильно подобрать слои одежды в теплое время года и в холодное время года. И с этим, конечно же, мне помогло термобелье и шерсть Мереноса. Когда я начала изучать этот вопрос, я поняла, что шерсть Мереноса это просто золото и находка в виде одежды для ребенка. Ну, что там говорить, не только для ребенка, но и для взрослого человека. В чем же суть шерсти Мереноса и чем она отличается от любой другой шерсти? Первое. Эта шерсть добывается от особой породы овец. Это овцы Мереносы. Они зародились в 12 веке в Испании и очень долгое время были достоянием исключительно этой страны. Позже, со временем, конечно же, они были вывезены и в другие страны. И на сегодняшний день они очень активно разводятся в Новозеландии, в Австралии, в той же самой Испании, да и, в принципе, наверное, по всему свету. Шерсть Мереноса добывается круглый год и одна овца дает достаточно большое количество такой шерсти. Шерсть эта отличается от других видов шерсти тем, что она намного более тонкая и она не создает никакого неприятного зуда, либо почесывания, либо раздражения на коже при соприкосновении. А что означает, под нее не нужно одевать никакой другой слой одежды. То есть шерсть Мереноса или изделия из этой шерсти, они служат как первый слой одежды вашего малыша. Второй момент, это, наверное, один из самых важных, это шерсть терморегулирующая, что означает, вашему ребенку будет в ней комфортно как зимой, так и летом. Зимой она будет заботиться о том, чтобы ваш малыш не замерз, ну а летом в жаркие дни она будет заботиться о том, чтобы ваш малыш не потел, чтобы ему было комфортно в любое время года и при любой температуре. Ланолин и креатин в составе этой шерсти обеспечивают то, что она гипоаллергенная, то есть в этой шерсти не заведется никакие бактерии, никакие клещи, следовательно, они не будут вызывать аллергии на кожу вашего малыша и проблем с дыхательными путями. Но все-таки, если малыш простыл, у него затруднено дыхание, то именно изделия из шерсти Мереноса будут способствовать большему комфорту вашего малыша, что означает в ночное время более здоровый продолжительный сон, а мы все знаем, что для малыша долгий, глубокий, комфортный продолжительный сон это залог здорового его развития. Ну и в принципе в течение дня, если малыш не может дышать, то одев одежду из шерсти Мереноса, мы можем помочь ему быстрее справиться с простудой или заболеванием. Да и в принципе шерсть из Мереноса, она считается лечебной, при соприкосновении с кожей она улучшает кровообращение, что может также помочь, если есть боли суставные, боли мышечные. Изделия из шерсти Мереноса, они способствуют большему комфорту организма малыша, да и что там говорить, взрослого человека. Изделия из этого материала не впитывают запах. Для меня это стало абсолютным открытием, и здесь я сразу подумала о двух вещах. Первое. Что происходит, когда малыш сходит в туалет во время ночного сна, и продолжительное время на нем подгузник не сильно чистый. Утром, обычно, если на нем, например, хлопковый боди или любая другая пижамка из любого материала, эта вещь тут же отправляется в стирку, потому что она впитывает запах. Шерсти Мереноса такого сюрприза не будет. Эту вещь я могу на малыша одевать еще и еще и еще. Запахов она не впитывает, что прекрасно сказывается на практичности этой вещи. То есть мне не приходится ее стирать каждый раз, когда малыш, например, сходит в туалет ночью. Для взрослого человека это тоже неоспоримый плюс. Если, например, человек усиленно потеет, то вещь из шерсти Мереноса, она не будет впитывать этот запах, что означает больший комфорт для себя и для окружающих. Это факт. Ну и также эту вещь не придется застирывать. Таким образом, она будет служить намного-намного дольше. И если говорить о стирке, то, естественно, шерсть Мереноса я стираю в специальном режиме для шерсти, либо вручной стирки. Несмотря на то, что шерсть Мереноса очень долговечная и выносливая, в любом случае нужно заботиться о том, чтобы стирка этой вещи была щадящей и обязательно без отжима. Сушу эти вещи после стирки в горизонтальном положении. Ну а в те моменты, когда на изделиях из шерсти Мереноса, либо Кашемира все-таки появляются катышки в местах усиленного трения, ну, например, от того, что малыш в этих вещах ползает на четвереньках, тогда для решения проблемы я использую машинку для удаления катышков. И все, вещь становится снова как новая. Для своего малыша я приобрела несколько слипиков. Конечно же, здесь следует обратить внимание на высокое качество отделки этого изделия и мечту каждой мамы, когда слипик он закрывается на собачке, то есть есть молния вместо кнопочек. Это намного более удобно, когда малыша нужно переодеть. Плюс ко всему, здесь есть защита для подбородочка малыша, чтобы ни в коем случае его не ущипнуть собачкой молнией. Все края, они очень-очень хорошо обработаны, и швы, они очень мягкие и очень плоские, что означает, они не будут создавать лишнего раздражения на коже малыша. Здесь также есть двойной материал, что не позволит ни в коем случае в холодное время года маленьким ручкам малыша замерзнуть. И также здесь видно, насколько этот материал эластичный, что позволяет носить один размер слипика малыша минимум полгода. Здесь видно, насколько этот материал тонкий. Это как раз-таки к слову о том, что эта шерсть намного более тонкая, чем любая другая, и она в соприкосновении с кожей малыша ни в коем случае не будет вызывать никакого раздражения. Она очень мягкая, очень приятная, ее в принципе можно сравнить с шелком. Также мы приобрели и светлый вариант этого слипика. Он ровно так же, как и серый на молнии. Здесь видно, что он еще более тонкий, чем предыдущий. И вот этот конкретный слипик мы, как правило, одеваем ночью во время сна малыша. Конечно же, здесь также есть удлиненные рукава. Также мы приобрели вот такой вот серый слипик. Он у нас уже на пуговичках. Ну и, конечно же, мы также приобрели бодики из шерсти мериноса. Здесь этот конкретный видно, он у меня после стирки. И также обратите внимание, насколько он хорошего качества. Эта вещь, она остается идеальной без каких-либо катышков, либо повреждений. Что, кстати говоря, разрушает миф о том, что эти вещи, они очень деликатны. Ребенок их быстро испортит. И пару стирок, и все, они придут в абсолютно непотребный вид. На самом деле, это неправда. Шерсть мериноса, она очень вынослива и очень долговечна. Еще одним прекрасным изделием в каталоге компании Airwool являются предметы из шерсти кашемира. Этот комбинезон мы приобрели как раз-таки для наших зимних поездок в машине, когда нам нужно для посадки малыша в автокресло снимать его зимний комбинезон. И в такой одежде, я уверена, что моему малышу не грозят никакие сквозняки, а не открытая дверь в машине при посадке малыша, и он будет в тепле и в комфорте. Шерсть кашемира от шерсти мериноса отличается тем, что ее добывают не от овец, а от коз. Самая-самая качественная шерсть кашемира, она к нам приезжает либо с Монголии, либо из Китая, где, собственно, и обитают эти козы. Эти страны являются их естественной средой обитания. И в отличие от шерсти мериноса, шерсть кашемира, она не состригается, она вычесывается, поскольку это подшерсток. И только ручное вычесывание, оно обеспечивает самое-самое высокое качество этого конкретного волокна. Если шерсть мериноса состригают круглый год, то козочка шерсть кашемира дает всего лишь один раз в год и в очень-очень небольшом количестве. Мы для себя нашли самый идеальный способ, как сохранить комфорт нашего малыша во время сна и прогулок. Желаю и вам найти самое лучшее термобелье от Эрву и для ваших малышей, ну и что там говорить, для мам, для пап в том числе, потому как эта компания производит термобелье также и для взрослых. На этом мы сегодня с вами прощаемся и увидимся в следующем видеоролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok